Добрый вечер, уважаемые судьи, тренеры, игроки команды. Сегодня очередная календарная встреча. Главный тренер команды САО Тимишин. Капитан команды, игрок под номером 33. Наверное, чтобы обозначить, чтобы борьба была в рамках правил. Опасная атака по левому флангу. Входит игрок Спартака в штатную. И что там падает нападающий Спартака. Изображают болельщиков. Хорошо выпрыгивал футболист Спартака. По-моему, это был Кантемир Бацов. Теперь уже Денис Книга. Не торопясь, смотрит, кому бы отдать мяч. Удари мяч! Попалет Фреда Гула! Попалет открывает счет в этом матче на 16-й минуте. Музыкальное оформление. Сейчас мы после объявления диктора поймем, кто отличился. Было много футболистов Динамо штрафной. Удачно мы сыграли. И дебютант команды Кузьмичев забивает гол. 1-0. Он, конечно, на руку игрокам хозяев. Но теперь игра заметно ускорилась. Нарушение правил фиксирая судья. Оффсайд. У 17-го номера. Это Алана Хачирова. Я уже сказал, что из сезонов с 2006 по 2012 год. Это сейчас штрафной пас в штрафной площади. Их хороший момент был у нашего игрока. Мы, к сожалению, исполняли теперь аналогичное количество наверное у Спартака. Я, правда, не считал, но... Примерно так же опасный удар. И рядом со штангой мяч пролетает. Бердиев бил поворотом. Защитник подключился к этому угловому. Сыграно 28 минут матча. Майсултанов с мячом. 1-0. Впереди Динамо. Паш штрафной вырезает мяч и... Оффсайд фиксирует. Арбитр. Боковой. Нет, навеса не последовало. Попытались разыграть. Угловой. Судья показывает мяч, ушел от игрока Динамо. Небольшие споры. Футболистов его вратаря. И уй, гол! Забивает Спартак! Вот... Не смогли наши футболисты накрыть спартаковца. Кто это был? Кого больше всех? 7 футболистов Динамо штрафной. На этот раз, наверное, будет навес. Да! Удар и мяч выше ворот. Что-то повторяй-то. Что-то повторяй-то. Внимательно! А там, справа, шар! А там, справа, шар! А там, справа, шар! В навес. Ошибается вратарь. Пас вперед. Никого не оказалось в районе 11-метровой отметки. Хорошая атака Спартака по левому флангу. Опасно! Ближний угол. Бить не решился. Отдавал партнеру. Мяч попал в игрока Динамо. И сейчас... Фланги. Мяч в центре. Пас направо. Передача в штрафную. Высоко выпрыгивал. Илья Кузьмичев. Но слишком высоко. Замена в составе Динамо. Царукян. Вместо 20-го номера Виктора Витикова. Чью. Хотя Спартак несколько лет в своей истории назывался... Автомобилистом опасно. Так, Динамо. Удар! Гот! Так, Спартака 2-1. Вышедший на замену Царукян забивает гол в ворота Спартака. Оживились болельщики. Тоже, кстати, после стандарта, не угловой, но после розыгрыша штрафного удара... Угадал с заменой Додов... Угадал с заменой Додов... Опять, наверное, обострится игра... Валерий Царукян... Угромка номером 17-го. Тоже в 1966 году даже в центральной прессе, в газете «Труд» прошла информация о том, что в Старополе тут царили беспорядки во время матча между Динамо и Спартаком из Нальчика. Атака по левому флангу. Май Султанов. Передача на дальнейшем удара! Гот! 77-й номер Динана Ставрополь. Это Роман Куражов забивает гол в 3-1. Это у нас ровно середина первого тайма. 68-я минута. Роман Куражов доводит счет до 3-1. Хорошо сыграл Май Султанов. Один из лучших в этом матче. Перехватывает наш мяч. Нужно грамотно разобраться. Передача в штрафную. Удары в ближний угол вратарь тащит. А если бы в дальний, то вопрос, вопрос был бы. Чего ты чего еще будешь? Да, ну, пока это не удалось. Атака справа. Тут-то выпрашивал нарушения правил. Судья не дал. Оффсайд. Нет, офсайда нет. Выход 1-1. Удар. реальная возможность выпускает игрок динамо еще один вышедший на замену дальний удар вигу матча тогда был зафиксирован такой же счет 4 1 дальний красивый удар в исполнении динамовцев 76 минута матча 41 атака динамо вырывался наш игрок штрафную но вратарь антипов хорошо прочитал передача в штрафную чернышев этот вне игры был игрок спартака меч до него не дошел опасно может удар хороший хороший удар руслана паштова над перекладиной замена очередная замена выходит на поле по штрафной не доходит до игрока спартака а тут уже нарушения красно-белых наверняка после ввода мяча в игру прозвучит позвучит финальный свисток нет не даже не дождается судя всем спасибо болельщикам динамо поздравляю вас победа и болельщикам спартака не унывать все впереди чемпионат еще продолжается будем следить за нашими командами всем спасибо за внимание до новых встреч в эфире